В общем, у нас через два дня Масай Шибат у нас очень большой день. Называется Лагбомер. И я понимаю то, что мы получили от модельцов Кабалы этого дня. Этот день в каком-то мере он подобен Шибат. Он лишь подобен Шибат. Как и Шибат в этом мире раскрыл историю Всевышнего, так и Лагбомер, Лагбомер, Рамыши Барьяхай спустил в этот мир, раскрыл, хотя бы, ну что значит раскрыл, только для тех, кто понимает, но хотя бы приоткрыл, раскрыл какую-то возможность в этом мире постичь величайшие, скрытые секреты ТОР. То есть, я думаю, что для тех, кто по-настоящему глубоко и серьезно занимается Кабалой, этот день, в общем-то, подобен Шибату. В общем-то, в общем, условно, в Шибат, нам открылся Всевышний, открылась вся ТОРа. Реально искрытая часть, открытая во всей своей красе. А в общем, это известно, поэтому ясный большой праздник для всех. Лагбомер, это день, когда это раскрытие ТОРа, которое было в Лагбомер, оно касалось очень, так сказать, небольшого круга людей. Как сказано в книге Идра Зутта, описывается, уходится из этого мира рабящего Барьяхай, что он вызвал к себе учеников. Все, кто был неподходящим, просил уйти, они ушли. И то, когда для ближайшего ученика, в присутствии еще представителей высшего мира, он повернулся в величайшей секретаре ТОРа, которая записана в книге Идра Зутта. Уже закрылась, записана. Надо понять, эта книга, эта книга записана за многими-многими печатями. Реально, реально, то, что мы знаем, раскрыла дальше Аризерс ученикам, это было разъяснение этой книги Идра Зутта. Опять же, это было сокрыто, сокрыто от всего мира. Даже более только один ученик, Рана Биаба, он пошел решение записывать. И реально, и то же самое, на самом деле, было и у Аризера. Он был в очень узком кругу людей. И были величайшие мудрецы этого поколения, допустим, Мара Мальчих, которые, я помню, даже и Маран Батейсев, которые тоже были, они участвовали в роках Аризера, и не очень, так сказать. Вы вошли в ротеволки. И реально Раизер запоминался ученикам, что только Абхаммитин записал, то, что он получил, не тот, а тот, а другой. И реально, короче говоря, эта тура, которая раскрылась, «Блэк Бомбер», она осталась скрытой. Скрытой. И тем более далее, когда вообще был период, когда книга-зал вообще была скрыта, и вообще эти вещи не занимались. Казалось бы, какое-то для меня это значение. Это вообще бы смысл, что открылось в этом мире. Это большое правило, какие вещи открываются в этом мире. В принципе, они находятся в нашем мире, и мы к ним можем видеть какое-то отношение. И для нас очень важно просто понять, что это открытие вообще говорит нам. Об этих вещах говорит очень буквально слова, горящие огнем и светом Торы Кундерсера, Мойш Хайм Мусада, Дерах Ацхайм. Он частично переведен при издании книги Дерах Твунот Зайцутра Лишма. Это, конечно, в качестве дополнения к основной книге. Есть эта книга в компьютере, но не по-русски. Он там приводит, я сейчас вольно это просто перескажу, что Создатель человека, и тот и правит, он создал его, установил его таким, что он способен постичь высшее постижение более чем Малахай Шорос, более чем Ангелом. И он приводит здесь слова наших мудрецов в ведра Шраба «Амар лэм хохмато мурубам и шерохэм». Сказал всему ищу Ангелам «Мудрость его человека нам больше ваших». И когда он действительно устремится к постижению, так ему подходит это. он может постичь в изучающейся тайны всех миров те тайны, которые заключены в творении мира, которые скрыл Творец. Такой человек, осталось, есть у него выбор набраться мудрости и знаний и остаться без ничего. Ему дано для сердца и разум. Вот, и если человек будет трудиться для постижения высшей мудрости, то он может и достоиться. Дальше говорит следующую вещь. Говорит, что Тора это называется, это буквально свет, который дал Всевышний Исроилю светить себе. и это разница между Торой и светскими науками. Уметься, безусловно, светские науки, которые во всей природе не истины, а не лживы. Но это только разница. Свет Тора это свет, это огонь, а науки земные это знания, но это не свет. Не свет. Человек занимается Торой, он в силу этого занятия то свет Всевышнего, он спускает в его сердце, в его голову и светит. И тут-то есть, хочу просто коснуться здесь принципиальной вещи. Казалось бы, мы сейчас все знаем, что Рамонжи Хабруцату был величайшим габалистом. Есть слова удивительные, о которых говорил Венинский Гаон, он был из единственных, то есть известно, что Агрос считал, что внутреннее понимание сказанного в писаниях Аризеля понимал сам Аризел, их понимал, это понимал Рамхаль, и он сначала сомневался, понимал ли это сам Рамхаль Виталий, который записал, а потом убедился, что да, понимал это. И он сказал, это одно место, и Город так же сказал, что по книгам Рамхальа видно в книгах по Кабале, что он как бы он бы присутствовал лично, при том, как все еще творил в Северах. Удивительное совершенно определение на никого другого, Виталийского Гаона. Казалось бы, здесь говорит, о чем говорит Рамхаль. Он, словно, здесь вроде бы говорит о мудрости скрытых. И более того, эта книга Дерахацхаем, этого предисловия к его великому труду, называется Клахпетхайхохме, это книга, это введение в мудрость скабалы. Но тут выглядит одна вещь, которая на самом деле очень принципиально и наслаждаться принципиально касается. Он тут объясняет, как мы можем приобщиться, как мы можем удостоиться света Тора. И он тут говорит ни одного слова про Кабалу, но вещь что-то другое. Он говорит, что есть у нас слова буквы Торы, он буквально говорит о письменной Торе, и реально то же самое пишет, не пошахаем в другом месте о устной Торе, в целом в словах Торы. Говорит, что слова Торы, они подобны уголькам, которые тлеют. Когда угольки эти тлеют, эти тлеют, то они снаружи, они кажутся черными, черными, а цвета не видно. раздуть эти угольки, то возгодится пламя всех цветов и проявится тот огонь, который был реально сгущен в этих самых угольках. Так он говорит слова Торы. Слова Торы, сами по себе, сами по себе слова Торы, если читаешь хумыш или пророков, каждое слово отдельности, ну, красиво, интересно, но в самом простом, человек прочитывает, даже все понимает, человек понимает, что он читает. Это тут нет, нет тут большого света, нет, нет, нет костра, где ходит огонь. Это то, что называют рамха угольками. Угольками. Человек начинает вещь прочитывать, еще раз прочитывать, чувствовать, что он не понимает, что-то неясно, вдумывается, сравнивает с другими местами. Начинает заниматься этим серьезно, то это занятие само по себе, оно подобно раздуванию, раздуванию огня в угольках, и этим занятием этим занятием раскрывается тот светор, который находится в этих самых словах Тор. Рамхар говорит очень интересную вещь, что это то, что написали наши мудрецы в конце пиркаевод, в конце пятого перега, это конец смешный, шестой перега, это не мудрец, наполнение. В конце пятого перега сказано, если я правильно помню, бен бакбак оймер афогба вахфогба де кулеба. Бен бакбак был таком бакбак копайся 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 все в ней. Что это значит? Хочешь достойно света Торы копайся в ней, работай над ней, трудись над ней. Люди думают, что ну вот мудрость каббалы сейчас я вызову ляу нави все быстренько расскажет да не так. Нет такого приглашения. Не приглашения такого нет. Но есть вещь другая. Вещь другая, что человек трудится над Торой, то та Тора трудится, она раскрывается ему, раскрывается ему, и это раскрытие света, светит напрямую в его душу. Напрямую. И через эту свет, который он получает, он создается понимание и того, что он учит, и того, что он не учит. Так ему раскрывается света Тора. Опять же, повторяю еще раз, в этом месте Рамхар пока не искал ни одного, ни слова, ни единого слова, что именно, знаете, скрытый мудростью Тора, не скрытый, вот, совершенно абсолютно это не его тема. Здесь. Реально почему? Потому что тут есть очень важная принципиальная вещь, надо просто углубиться в нее понятие. известно, что в храме было два предмета святое в Гайхале, которые, как бы, были параллельны Тори. Первый это был Арон, святой святых, там находились княжи Елизавета внутри или снаружи, но при нем находилась первая книга Тора, которую написал послов Всевышнего Мой Шарабейн, этот, это, Арон, на нем был не такой венец, пишет Рашик, Вараша Трумо, этот венец соответствует Кетер Тора, Короне Тор. Есть у нас еще один очень важный предмет в храме, называется Менура, семисвечник. Он тоже параллельно свято Тору, и, казалось бы, почему нужно два. Об этом пишет Нациф в своей книге Нахумш, а имя к добру в детских местах, что то, что было в храме, Арон, это соответствует преданию, то есть имеется преданию, это и письменно, которое нам передано, и также устному преданию, что касается Аллаха Аллахова Мой Шамасинай, от другого знания, которое мы получили в предыдущем поколении, а вот свет Менуры, свет Менуры, Менура, сама Менура, она соответствует тому, что мы из Тор извлекаем трудами над ней. То есть тот свет, который мы его доставим с Тор, когда мы трудимся над Торой, на нее есть намек, символ этого, это более чем символ, реально, это источник этого света, когда был храм, это была Менура, и тот свет, это то, что зажигали огонь священники, кого они. так вот, есть у Менуры одно важное условие, как оно делается, называется Менура Микшу Ахас, единый кусок, единый кусок, Менура это единый кусок, то есть она не делается, по частям собирается, она берется из одного куска, из большого слитка золота, умные, глубокие, понимающие мастера должны были вырезать и вылепить Менуру. Есть тут очень важный намек, что вся Тора, она едина, она едина, то есть человек, который обретает часть Торы, он как бы обретает ее всю. Есть, поэтому, очень удивительные слова в последней главе в Гморе, сказано так на пасуг, непиш амала амала ло, буквально душа, которая трудится, она трудится себе. В нашем модернизе более глубокое понимание этого места. И говорят так, что человек трудится на Торой, он трудится на Торой в одном месте, который учит, а Тора трудится для него вместе с другом. Что это означает? Означает, что человек трудится на Торой в одном месте, ему реально открывается понимание и в тех местах, которые он, так сказать, Чайга не учил. Почему это так? Что вся Тора это единая. Мать, давайте просто поймем. Есть даже в самом простом менеджеском примере. Есть стол. Человек поднимает, держится за ручку, допустим, портфель. Человек хочет держаться за ручку портфеля, как он поднимает ручку, поднимается весь портфель. Так и Тора, если она едина, человек обретает то, чего занимается, реально поднимает все. и тут я хочу просто объяснить великая важность именно нашего, наших трудов на Торой, когда мы изучаем гомору, и каждый в своем уровне то, что он научился, научился серьезно, с головой, трудясь и пытаясь понять, пытаясь понять. Есть одно великое правило, которое реально является основой всего еврейства. в чем является это не единственная основа, но она это великая основа. В чем эта основа? В том, что заповеди Тора, митцвод, когда мы их делаем, это нам кажется какое-то очень простое мирское действие. Человек находит пропажу, дает ее, тот который потерял. Человек говорит, я знаю, четыре растения арвуминим, суккот возносит все стороны какое-то очень простое мирское действие в нашем мире, но это не так. Это пишет на пешаха в нескольких местах. Все наши поступки в этом мире касаются заповедей и не дай бог вещи противоположные, они связаны с высшими мирами. Эта связь буквально называется на языке рамхалев дает твунок урлогин. Буквально как шесть стреланки и шесть часов. Это вещь объясняет Небошахаим на понятие на пасук Яков Хевель Нахалато. Яков Хевель Нахалато буквально означает, что Яков это удел Всевышнего, Хевель это удел. Но мы еще знаем, что Хевель это канат. Это канат. Что такое Хевель Нахалато? Хевель означает следующую вещь, что что у Якова есть возможность, есть некоторый канат, который привязан наверху и спускается вниз. И если мы дергаем, дергаем, сдвигаем канат внизу, это отражается наверху. Наши заповеди наши это идеи что мы что-то делаем внизу а реально то, что мы делаем внизу это оказывает влияние наверху. То есть то, что я сейчас называю основой еврейства знать, что наши действия то, что это митсвот они оказывают влияние на высшие миры. Это не просто какое-то такое действие которое касается только нашего мира. Теперь давайте идем дальше. Если это верно наше не каждой заповеди то как это верно наше святой тор. Что еще имеешь ввиду? Сказано в Мишли в двух местах это проводится в Талмуде Рашалю и в Сахат Пео. Сказано в одном месте все предметы буквально они не равноценны одному слову из Тора. Сказано также что это говорится что о двух вещах. Имеется два места в Торе две вещи. Одна что все мирские дела они не равноценны даже одному слову из Торы. И более того даже все митцвот они не равноценны одному слову из Тора. Что еще митцвот не сами заповеди это тоже Тора. Это есть Тора. А исполнение невероятно одному слову из Тора. И понятно что если в любой заповеди когда мы исполняем то наши действия отражаются на высшие миры. Тем более тем более как говорим о Торе. И говорим сейчас Торе не имеется ввиду именно величайшее постижение Аризала или Агро или Рамхала а имеется ввиду ребенок который читает Бршит Барай Луким Дашвам Ветарц ребенок или да не ребенок а как мы с вами это считаем как ребенок то есть это имеет силу это имеет влияние величайшее влияние в силу того что любая заповедь связана внизу она связана свыше а тем более наша святая Тора когда мы занимаемся субтитрами тут что мне здесь важно важно понять одну вещь знаете как известно есть такое в нашем мире такое есть ночные бабочки и тому подобное они стремятся к свету к свету летят на свет это построим всевозможные приборы как их уничтожать но реально они летят на свет и сгорают есть если мы говорим даже о свете Тора и более глубоко вообще весь свет который открылся в нашем мире есть такая очень скрытая тема но думаю слова сегодня все знают называется на нашем языке понятие тимцун ну буквально это все знают что такое эти слова я думаю сокращение буквально всевышний этим сокращением дал место миру и так далее я не хочу касаться кто-то хочет учитывать серьезно это нет такого урока безусловно теперь просто одну вещь объяснить одна из величайших вещей который сделал Всевышний сотворяя этот мир он дал возможность как бы сокращая обограничивая свой свет он стал возможным чтобы этот свет нам стал доступен чтобы мы действительно к нему приобщиться потому что если есть свет который мы не можем приобщиться он гораздо выше нас то он нас сжигает если мы успеваемся к свету который выше нашего постижения он не ограничен то мы можем быть подобны этим самым тылькам которые прилетают на огонь там сгорают и вот замык Всевышний был ограничить свой свет так чтобы и созданный им человек мог достоиться этот свет принять я бы сказал восприним его внутри он точно должен быть ограничен сжигает такое понятие понятие каббалистов это сегодня стало доступным в Решут Арабим называется Ора Пними Ора Макев что такое я просто объясню это уже раскрыто всем Мехтал Мэльяву Рав Деслер то есть Ора Пними буквально внутренний свет этот свет когда человек воспринимает и он ответит может со счастью его изнутри просто просто пример если человек слышит о каких-то великих поступках великих людей есть какие-то вещи которые можно воспринять и так жить это тот свет который получил от великих людей это называется Ора Пними то что воспринимает внутри а есть есть те великие поступки которые ну скажем так чтобы мы так жили к нам не имеет никакого отношения но но это издалек издалек нам светит ну просто очень простой пример простой пример который переводится в книг и вещи известны еще мы все не знаю все ли но многие очень знают это который серьезно был такой величайший модель с Торы рассветающий последних поколений это Абхайм Соловейчик Абхайм близко я еще видел человека который видел Абхайм Соловейчик думаю даже ни одного так вот величие в Торе мы немножко слышали немножко почувствовали может быть тот кто занимался его книгами мы не знаем одной вещи мы не знаем его величия как раввина общины и величие его как действительно великого доброго сердца который дом был постоянно открыт всем нуждающим всем кому что-то было нужно пример очень такой характерный в какой-то семье близко в нынешнем Бресте поздно ночью договорились обращились жениха и невесты их не было ручки чернил написать саммит ноем где можно два часа ночи найти ручку чернила где-то сказать дом открытый этого Абхайма близко можно пойти и за ручкой чернилами это мелочи но реально Абхайм Брискер он выращивался в доме подброшенных ему младенцев которые в голоду и разруху первой мировой войны женщины не могли выкармливать просто подрасывали ему домой и он нанимал кромелец который выкармливал то есть есть свидетельство о том ну просто еще две истории это очень характерно в доме его мог прийти и там оставаться каждый желающий там просто люди были бездомные это было беженцы во время войны и весь дом полон нуждающихся его сын Рамис Бриско Ицик Завиславеевич говорил что спал свое детство и молодость он сказал что привык спать на стульях так кроховатим всегда было занят так вот скажет такую историю что-то один еще один пожилой старец беженец там восстановался он не знал ни хозяина ничего все приходят туда кушают и уселся возле хозяина дома и он начал интересоваться у Рабхай Бриско сколько времени здесь терпят людей сказал ему так я уже здесь давно где никто не просил уйти я вышел сказал эти вещи о моей жизни моя жена большая брат она спросила что тебе это дает какое-то бедное отношение так жить мы не можем мы так жить не можем я сказал что нам дает это нам дает что когда надо делать какой-то хэсэд нам тяжело если мы вспоминаем что как-то велись великие люди то наши мелкие проблемы мы их можем легче преодолеть чего сейчас рассказываю это называется ормакев то есть такие великие дела как касается его доброго сердца его открытого дома нас мы это не вмещаем как такое постоянное поведение ни в коем случае нас надо иметь никакого отношения но это нам светит нам это светит и после того почитаешь это постучат просьба помощи это как-то приближ немножко лучше чем до этого называется ормакев давайте давайте сейчас мы вернемся к нашей теме касались сейчас вопросом Торы и Эссека Тойра это наша тема прошлого урока и сегодня этого так вот есть у нас в Торе части которые мы можем воспринять у нас есть наш разум наши сердца они уже сосуды которые могут эти части воспринять а есть части которые мы не можем воспринять они выше нас я вещь немножко объясню сказано это сказал в книге Бен Сира то что выше тебя не копайся в этом это мой вольный пересказ в этом месте сказано две вещи одна в целом есть вещи которые абсолютно для то что человеческое создание это выше нашего постижения мы этим занимаемся это говорит Мишна Масага Тхагига Третий Второй Первый Кроме того есть у человека каждого свой собственная планка свой собственный предел что для него является муфла выше него а то что они могут и реально я хочу просто провести одну фразу от двойных пучелей сегодня из самых больших расширющих в мире ровезер пил сроч о цифрах он сказал такую очень емкую фразу когда ушел из этого мира в пинку он говорил об этом у нас в работе он сказал такую очень емкую фразу которая кто-то в этом что-то понимает много можно понять он сказал такую вещь гадоль нистор шиба нигла менистер шиба нистор я просто еще объясню велико велика скрытая часть открытой торы чем открытая часть скрытой торы что это означает эта фраза я объясню это я уже говорил это уже из понятия ор пними ор макев есть понятие есть ну сам простой пример какую часть гморы учат с детьми начинающими даже просто бахуреющий вот касается денежных отношений всевозможных вещь подобная почему эти вещи они очень находятся вроде бы в этом мире в этом мире у человека есть естественная голова естественный common sense разум эти вещи думать как-то их охватывать головой обдумывать анализировать и когда он занимается вещами к нему имеют отношения может копаться то он вещи воспринимает тем самым свои вещи также более глубокие у него к этому есть подход он за это уже держится это не для него вещи ну допустим если начать мальчику или юноше рассказывать я знаю глубочайшие вещи даже не кабалы чем кабала отдел кочев святыни литарот он там мало что поймет вот понять что есть найдена пропажа и он надо сообщить когда да когда нет это он понимает но при этом в этих же местах субьет есть голова так говорится элементийот эти пропажи надо их сообщить эти может от себя в многих местах это первая глава которая начинает учить детьми к муру элементийот я скажу честно я эту главу дважды поднял уроки это глубочайшая глава это глубочайший субьет и надо хорошо покорпеть поработать понять глубину в чем эта идея очень простая есть тут величие Торы и в этом проявляется то что мне совершенно очевидно эта вещь вот это то что выявляется здесь величайшая основа всего что Тора она свыше в чем это проявляется я объясню помню хорошо мою старшего сына ему сейчас 33 года он уже голоколили я помню у кого ребенка 6-7 он научился читать он с большим упоением сидел на своей кровати и читал Хумыш десятки листов просто белобогородное удовольствие от самого чтения чтения Хумыш ребенок учит Тору ребенок хороший ребенок который любит очень учиться он учит Тору наши дети когда учат Тору в Хедере они приходят с горящими глазами домой что они в Торида выучили что очень глубокое нет нет но Тора светит каждому своему уровню в чем я вижу свет Тора что она единая Тора от Всевышнего то что может учить одно и то же место ребенок 5-6 лет и величайшим он будет цвет Торы и каждый на своем уровне получит удовольствие и будет светиться этой Тору так вот есть у нас в Торе те вещи которые действительно даны всем всем это тоже называются открытой частью Тора и даров всем даже более сказано подсчет Всевышнего в исследовании этих вещей асследовании то есть тут когда мы занимаемся доступно каждому своему каждому понятно своему уровню мы копаемся трудимся то что вы говорили в начале перечитываем переразбираем и тот кто немножко почувствовал когда-то вкус изучения гумары знает что вроде бы эти вещи которые называются открытой частью Торы даже есть такое понятие как это пшат его неправильное русское слово простой обычно пшат это сейчас еще очень глубокое но нет русского такого слова иначе везде слово пшат в них в этой части Торы находится величайшая мудрость величайшая глубина это будет в большом самодача их понять разобраться работать короче говоря почему мы сейчас говорим так как Тора она вся едина и реально Всевышний сделал величайшее добро нам и дал нам возможность приобщиться к его Торе не только углубляясь в ее секреты если бы это был единственный способ приучиться к Торе то было бы закрыто почти всем даже более того мы даже не могли бы начать ей заниматься это было бы вскрыто от нас но это было величайшим благом Всевышнего нам что он величайший свят Торы заключил в эту книгу которая называется Пятикнижия он заключил это во все книги пророков и писаний заключил это в устную Тору которая объясняет наши заповеди объясняет еще какие-то вещи так что реально даже хотя бы вроде бы мы занимаемся земными делами как бык забодал корову это наше занятие но реально так как Тора едина то есть прочтение этих мест Торы как бык забодал корову но на уровне высших миров на уровне Каббалы и даже если мы не понимаем этой части Торы но так как мы ей занимаемся так мы это понимаем то тот свет который мы не заключен он открывается нам когда мы этим занимаемся что еще имею в виду человек углубленно занимается открытой части Торы это у нас в этой сфере есть больше возможностей и то что мы постигаем тяжким трудом это то что имел ввиду Рав Пилц это не старше банигла не старше банигла это слова его но есть подобные вещи также в решенном вместе Райбетт говорит о глубоких вещах в открытой части Торы это большой секрет он сказал не открылся здесь в этой глубине вот как мы когда занимаемся этими вещами мы постигаем величайшие глубины постижения Торы которые имеют безусловно внутренний свет связан с высшими мирами и мы занимаемся в нашем мире в нашем понятиях мы реально занимаемся высшими мирами и высшим и высшим светом даже не произнося это не говоря об этом и более того что вещи нам более доступны то этот свет который мы так можем получить мы можем об этом думать изучать исследовать спорить разбирать углубляться больше и поэтому реально можно ставить очень большого света если же мы еще не готовы восприять более глубокие счастья Торы сами по себе без одежд без без сокрытия внутри тем открытой части Торы то допустим мы почитаем есть 10 сферот и такие то еще 5 парцуфим есть какие то слова ну какие то интересные слова можно сказать в них поговорить сделать вид что что то понимаю а дальше что что то что то что то понимаешь это то что я понял слово Равпильца что он сказал гадоль министр шибенигла министр шибенигла шибенистер то есть скрытое счастье открыто но больше чем то что нам открыто счастье скрыто и реально чтобы это просто мы хорошо поняли понимаете по-настоящему так и должно быть это человеческое достоинство устремиться всеми силами к свету то свет всевышний человек вообще он как бы лег он летит на свет летит на свет но просто знаете где он находится где он находится свет иногда знать что безусловно высшие святоторы находятся в секретах кабалы и тот в это не верит и не знает он буквально пикойрус тот отрицает скрытое стороны просто пикойрус но надо также знать что надо иметь надо к этому свету уметь приблизиться а если не умеешь и не знаешь нам значит что святое делало великое добро он весь свет то разложен в каждую часть каждая часть каждая заплатит и человек действительно будет копаться и углубляться в то что дна может постичь вот работ над собой действительно то этот свет который в ней есть он да ему откроется и может быть откроется он сейчас не в ясном знании как устроены высшие мира но реально то что постигает часть открытой это тот же самый свет который раскрывается в торе высших миров просто очень четкую вещь которую я видел это от имени Агро также от имени величайших вот отцов хасидизма он говорит сказать одну единую вещь что те открытия в торе которые они открыли для себя занимаясь частью открытой будучи еще агро был еще ребенком и в молодости когда они уже поднялись на более высокий уровень начали понимать скрытую часть торы саму по себе без одеяния ее в открытую часть они начали понимать великое значение собственных открытий в этой части открытой как это проявляется эти открытия выше на высших уроках торы более того тут еще одна вещь можно говорить о том что торы это не единое целое устное торы торы понимание вещей торы которые можно извлечь свет это вот то что здесь говорит на дефе шахайм эссек о той это трудно торы вот есть этот свет который у нас он больше соответствуется свет свету мноры это то что мы сегодня приводили так вот этот свет торы так и этот свет тоже он един то есть есть просто раскрытие более высоких уровнях в облачении более непонятных понятий то когда мы занимаемся в нашем тяжко и глубоко работаем открытой части торы то реально мы постигаем мы прилипляемся ко всей той ко всей той на всех и высоких уровнях а человек который думает что он понимает но ничего не понимает вещах которые более глубоких понимаете управляются как источник культуры управляются как 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 ко всей той вообще человек пытается учить то что не понимает потому что у него нет сосудов он он их вещи понять не может ни разу ни мышление нет чистоты души глубоко понять то реально он остается как по-русски разбитого корыта у него нет ничего нет ничего я не хочу просто объяснить понимаете тут человек должен не должен отчаиваться и должен действительно стремиться и желать грустовиться всех частей тор и знать что они есть и что как важно их грустовиться он просто знает что есть у нас сегодня каждого самого уровня способ обрести свой тор это это то что называется в нашем языке постоянно не пешахаем тяжко трудно то что говорит раши башат шавуа какой бакой за телехой если вы по закону вы будете идти если будете трудиться на то то есть раши приводит что трудно то ради всех благословлений есть слово браха на святом языке что такое браха браха это вещь промежуточная между понятием дерехатева буквально путь по законам природы и то что называется чудо и вещь промежуточная между понятием человека насытиться но он поест он будет сыт сыт несколько дней это понятие браха его не было создан из куска хлеба 10 хлебов но он съест немного и будет сыт это понятие браха это строительство было в хорошие времена в леком помним хлеб предложение называется по-русски которое клавали в шаббат на шурхан ему можно съесть кусочек и насыщались маленький кусочек меньше казалось это понятие браха в чем смысл понятия браха в чем глубина этого понятия было это понятие что есть границы этого мира мир в его границах он он четко построен на границах сказано но наш мир он реально он связан он связан он источник высшего мира если в этом нашем мире проявляются как-то эти высшие миры это источник света в этом мире источник душа из браха высшие миры они не ограничены законом нашего мира поэтому в храме в храме мы постоянно чудеса так вот вещь просто поймем Раши говорит что источник всех брахот это аммала Тора трудно Тора это Раши на первом же басуке нашей недельной главы что это означает как это можно просто понять наши головы почему это так понятие браха это когда в этом мире раскрывается высший свет раскрыто это не открытое чудо он раскрывается как это можно достоиться когда человек своей жизнью этот свет высших миров спускает в этот мир как он спускается в этот мир трудами на Тора это то что проводили мы сейчас в Дерах Ацхай что человек трудясь на Тор копаясь в словах Торы копаясь в понятиях устной Торы трудясь понять противоречия между тем и другим вот это вот копание то что сказал Бен Багбаг Афоба Афоба де Кулеба это тот труд который буквально он спускает этот мир свет Торы это тот труд который превращает угольки тлеющие он превращает их в горячий огонь этот огонь высшего света огонь когда в этом мире раскрываются Тора высших миров даже если мы ее прямо не изучаем а то косвенно что это открытие Тора в нашем мире это причина брахи во всем это то что связывает наш мир со Всевышним наш мир с высшими мирами есть такая связь более явная то в мире есть браха в мире есть браха чабес Продолжение следует...